Выходите на канале Android and Windows полезные советы и сегодня будет довольно таки интересная тема. Я расскажу вам как подключить свой смартфон к компьютеру, чтобы здесь полностью выводился рабочий стол вашего смартфона и вы могли управлять им с помощью мыши, клавиатуры, записывать видео с экрана и так далее. Ну в общем полный функционал вашего смартфона переносится на компьютер. Итак, как же это сделать, ребят? Поехали! Для этого нам понадобится приложение Phone Mirror. Ссылочка на него будет в описании под видео. Скачиваем, устанавливаем. Я думаю вопросов здесь возникнуть не должно. Если вдруг оно у вас сразу на английском языке установилось, то здесь вот заходите в настройки и выбираете русский язык. Языков тут очень много, поэтому в принципе хотите, можете там даже, не знаю, итальянский какой-то выбрать. Итак, ребят, что делает это приложение? Как я уже и сказал, оно полностью будет транслировать весь рабочий стол смартфона на наш компьютер. Итак, как же все это дело подключить, все правильно настроить? Смотрите, для начала вам, конечно же, понадобится компьютер, шнур, который втыкаете в компьютер и непосредственно второй конец его втыкаете в смартфон. После чего вам нужно будет, вот, скриншотики есть, зайти в настройки вашего смартфона, о телефоне, класнуть на номер сборки 7 раз, стать разработчиком, перейти в меню разработчиков и включить отладку по USB. Ну, сейчас я думаю, сделаю вставочку со смартфона, чтобы вам было более понятно не по скриншотам делать, а покажу, как это все дело делается на смартфоне. Ребят, вставочка со смартфона, сейчас покажу, как это все дело подключить на смартфоне, ну, чтобы вам было проще. Заходим в настройки нашего телефона, далее спускаемся в самый низ, система и переходим о телефоне. И на номер сборки, как я уже сказал, нажимаем 7-8 раз. После этого появится сообщение, ура, вы стали разработчиком. Ну, я просто уже был разработчиком. После этого заходим для разработчиков, листаем немножечко ниже и нажимаем отладка по USB. Нажимаем ОК. После чего я подключаю кабель к компьютеру, приложение у меня запущено на непосредственно компьютере. И вот здесь вот нажимаю передача данных. Все, ребят, смартфон полностью подключен к компьютеру для программы Phone Mirror и готов к трансляции. Возвращаемся на компьютер. Итак, ребят, все, мы возвращаемся на компьютер. На смартфоне мы все сделали, все выбрали, то есть подключили наше устройство к компьютеру. Как вы видите, оно его сразу видит. Это Huawei, ну, это название модели, собственно говоря. И теперь вот сюда нажимаем на этот значок. И сейчас у нас полностью отображается рабочий стол нашего смартфона. Вот здесь вот куча всяких различных настроек. Видите, можно оптимизировать размер под размер рабочего стола. Можно также окна всегда наверху. Ну, то есть закрепить это все дело. Можно свернуть, закрыть. Смотрите, можно сделать скриншот экрана. То есть, хоп, смотрите, мы это и все. Скриншот экрана сделан. Вы его копируете и вставляете уже непосредственно на компьютере, куда надо. Также вы можете сделать запись экрана. Вот нажимаем и он будет писать полностью именно вот рабочий стол нашего смартфона. Видите, он будет записывать все, что там происходит. Ну, нажимаем стоп. Тоже копировать и здесь сохраняется. То есть, даже не на смартфоне, а здесь сохраняется. Также есть зеркальное отображение при отключении экрана. То есть, если вы это нажмете, то экран смартфона погаснет. При этом здесь все будет работать полноценно нормально. Ну, и это кнопка блокировка экрана. То есть, вы хоп и заблокировали свой смартфон. Вот, ребята, очень крутое на самом приложении дели, потому что, видите, просто подключаете, транслируете, можете делать все, что угодно. То есть, запускать любое приложение, заходить в галерею, чистить там файлы и тому подобное. В общем, творить с этим смартфоном можете все, что угодно. То есть, полноценное управление у вас с помощью мыши и клавиатуры. Ну, плюс, ребят, очень удобно будет общаться в месседжерах, да? Ну, я думаю, вы понимаете. То есть, это набирать не на телефоне, а вот так вот это все дело подключили. Вот здесь вот повесили, да? Это, в принципе, можно свернуть. И что-то здесь делаете, там смотрите какие-то там сайты и так далее. И у вас параллельно здесь все. Заходите, читаете все сообщения, отвечаете на них с помощью клавиатуры, что намного легче, лучше. И все. Просто крутое приложение. Я вот сколько пользовался, ни разу не тормозило. Все работает быстро, четко. И, как я уже сказал, просто круто. Особенно, если вам нужно, например, да, что-то записать. И скриншоты есть, и делает непосредственно еще и запись видео. Ну, и плюс, ребят, я в последнее время, правда, чаще всего я применяю его вот так вот поставил. И пользуюсь всем, чем нужно. После чего, там, приходит сообщение в каких-то месседжерах. Я открываю и печатаю на клавиатуре, да. То есть, ребят, очень удобно пользоваться. Можно заходить, да, например, вот калерею почистить, там, или с плей-маркета, что надо установить. Ну, на телефоне сейчас не подключен интернет непосредственно. Если подключить интернет, то будет получше работать. А вот видите, сейчас я заблокировал принудительно смартфон именно кнопкой на самом смартфоне. Вот, то есть, мы включили, оп, видите. То есть, сейчас просто на смартфоне разблокировочка прошла, и все, вы дальше можете пользоваться. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом приложении, как вы будете его использовать. И, возможно, вы уже им пользовались, возможно, вы уже знаете про него. Кстати, у него куча еще дополнительных всяких преимуществ. То есть, оно может делать зеркальное отображение экрана Android и отображение на большом экране. Ну, то есть, вот то, что я вам показал. Вы можете управлять своим телефоном Android с ПК с помощью мышки и клавиатуры. Ребят, честно, очень удобно и круто. Управлять можно одновременно несколькими мобильными устройствами. То есть, да, ребят, смотрите, вот здесь вот вы можете подключить, по-моему, до 5 устройств одновременно. То есть, до 5 смартфонов к этому компьютеру, и у вас вот так вот будут отображаться рабочие столы. Ну, конечно, зачем это надо, это уже вопрос. Ну, опять же таки, два телефона подключить, например, что-то перекинуть или, к примеру, я не знаю, подключить один, вот здесь запустить игру, подключить второй, там на нем там месседжеры или, я не знаю, вы TikTok ведете, там два аккаунта. Ну, в общем, хорошее, крутое функциональное приложение, открывающее кучу возможностей вам, как пользователю. И это реально очень удобно. При этом, когда вот мы делаем вот так вот, заблокировать экран, то есть смартфон вообще фактически не разряжается, плюс через USB, из-за того, что он подключен к нашему компьютеру, идет еще подзарядка, да. Делайте скриншоты и записывайте экран на Android, на ПК напрямую и делитесь контентом между Android и ПК. Да, ребят, конечно, то есть если вы зайдете в файлы, то есть, где у нас здесь файлы, зайдете в файлы, нажмете перетащить, то есть сюда можно спокойно перетаскивать файлы, вот так вот просто перетаскивая, они будут копироваться, не надо ничего придумывать, не нужно ничего делать. Если мы вот так свернем, оно просто свернется в трей, и потом, собственно говоря, его можно развернуть. В общем, ребят, вот такое вот крутое приложение. Если у вас остались вопросы, пишите их обязательно в комментариях под видео, всем расскажем, покажем, все ссылочки внизу в описании, также там будет ссылочка на наш сайт, переходите на него, смотрите, там куча полезного контента именно для Android, я уверен, что-то для себя вы подчеркнете. Ну, а мы с вами прощаемся и увидимся с вами в новых видео. Всем пока!